Летом провинция Хейлунзян с ее прохладным и приятным климатом манит людей к покидать свои дома и проводить время на летнем городе с его неповторимым отрыванием. В деревне Джинсинг поселка Хунсинг района Ачен города Харбин шикарные костевые дома привлекают многих посетителей. Окружающая среда хорошая, очень близко к Харбину. В основном это занимает около часа езды на машине. Кухня очень хорошая, все продукты выращены в собственном дворе. Деревня Джинсинг стремится создать первую в провинции туристическую деревню для отеха с костевыми домами. Она спроектирована в соответствии с местоположением и ландшафтными характеристиками. Обычные деревенские дома встроены в уникальные внутренние дворы. В этом году летом горная усадьба Лунгхун, костевые дома Буфа, кистухаус Сунгфэншэн и многие другие, расположенные в районе Ачен города Харбин, стали популярными местами для загородных дуров. В усадьбе Булгана краине Харбина дует свежий ветерок. Оттеренные деревья отбрасывают тени. Церковь Святого Николая, Бухда Посетдона и лесное ипотрома позволяют туристам ощутить местную экзотическую атмосферу. Здесь прохладнее, чем в провинции Хуннан. Это хорошее место, где можно спастись от жары. Пейзаж красивый. Все здания построены в русском стиле. Снакомим детей с куриторным наследием Харбина, а также с событиями. Здесь дети могут пообщаться с маленькими животными. Во время ретних каникул будет открыт завершенный проект круиза по парку Ворсской усадьбы. Посетители смогут испытать удовольствие от рыбалки и рафтинга по воде. Озеро Ханга в начале лета с его огромными волнами, вода и небо окрашены в один цвет. Дарят южным туристам совершенно непривычное впечатление. В самом востоке Китая Фу Юань испытывает туристическую буму. Путешествуя на самом востоке Китая, стала популярной моделью туристов за пределами провинции. У меня хорошее настроение, как здорово на острове Борисшум-Уссурийском. Свежий воздух убоителен.